Приветствую всех любителей пошаговых стратегий, вообще и Сидмерс Цивилизейшн 6 в частности. Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале... В каком? Правильно, Оксана играет и смотрите продолжение партии шестую Циву на последнем уровне сложности за Японию, за Алексея Токугаву. Ладно, подробности все в первой серии. Пожалуйста, если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к ней, ссылка на весь плейлист в описании, в прикрепленном комментарии. Там и сейв первого хода есть, чтобы со мной сыграть, и вообще много всего. А всем, кто продолжает смотреть прохождение, приятного продолжения просмотра. Так, я все надеюсь, что у меня вебка перестанет зависать в какой-то момент. Да ладно, просто Цива зависла, прикиньте. Прикиньте, в этот раз не вебка повисла, а сама Цива. Прикол. Конечно. Так, ну чё ж, продолжаем. Я, наверное, доведу прямо в сам Токио железную дорогу, хотя уже считается, что соединено, даже когда из этой клетки в эту ведется, но... Так лучше будет. Так, Горацио Нельсон. Мгновенно строит маяк и верфь. Это у нас будет для Йокогамы. Чувачок. Так, а в Йокогаме мы что, промышленную площадь или верфь построим, как вы думаете? Или гавань, в смысле. Давайте, наверное, гавань. Потому что как раз у нас для Горацио Нельсон. Во-вторых, фабрику мы в Сидзооке все равно строим, а не в Йокогаме. Хотя хотелось бы уже ромашку до конца достроить. Мастерская в Осаке. Но тут, наверное, лабу. Вот за этого варвара спадает автоматика. Так, лаба в Токио готова. Так, ну тут надо уже, наверное, фокус и на науку делать. Ну, морской порт. Радио алюминий откроем. Так, что тут у нас? Я вино могу много кому продать. Египту. Так, а кто у нас? Египту я бы не продавал, потому что там в культурную победу она идет. Давайте Конго. Лошади уже никому не нужны, железо уже никому не нужно. Селитра. Восемнон... Нет, я не буду. Маловато денег. А, алмазы можно купить. Лучше не захватить слишком много земель, все равно вам не хватит способностей, чтобы ими управлять. Ага. Вообще, судя по очкам, у меня больше всего земель как раз. Думаете, против меня можно плести козни? Козни здесь плету. Я? Шимжи-чи. Кто китайский знает, как нормально сказал? Блин, а нету, да? Больше это не спрашивать. Селитру они меня будут постоянно просить. Девять ходов. Девять ходов и четырнадцать очков до золотого века. Ну вот, наверное, все-таки в следующей... В следующую эпоху мы не сможем в золотой век выйти. Так, а надо ли мне еще строить железную дорогу? Форты тут. Два-три бушета нету. А, нет, ну вот два форта на своей территории. Так, давайте я, наверное, два... Ну, блин, у нас войны вроде как не будет. Есть у меня такое предчувствие. Все лучше вот тут два форта быстро сделаю. А, хрен, они у меня не открыты. Хе-хе. Вот, блин. Ну, просто жалко сейчас тратить... Хотя, с другой стороны, у меня в плюсе, у меня максимум сорок пять. Так, а никто не хочет уголь у меня купить? Двадцать два угля за сорок девять вход. Блин, у меня же такие штрафы за... Так, а что у нас вообще с затоплением? Нет, еще не скоро. Я вообще первый, что ли? Я вообще единственный, кто топлю. Нормальненько. Так. Плюс три. Не, наверное, не буду продавать уголь. Ну, а железную дорогу можно построить, тем не менее. Давайте вот тут поведу. То есть, пока у нас плюс и максимум на... Собрано можно пока тратить. Ой, мне вообще слом... Блин, а как я это пропустил? Мне вообще сломали чай. Даже предприятие на чай. Вот это, кстати... Ну, это... Это была... Снежная буря. Вау. Это такой приличный минус по науке, вообще-то. Ммм, верфь. Я, кстати, могу еще... Райончик. Так, а промышленная зона... Тоже плюс два, может быть. Но я сейчас хочу священку. Чтоб города росли. Где, возможно, строю священки. Так, тут есть, тут есть. Какое чудо. Колосс построили все-таки. Я давно хотел в Токио колосса, всегда было что построить. Поэтому колосс и не строил. А, подождите, я же хотел купить... Так, алюминий, морской курорт. Я же хотел купить археолога. Я его даже открыл. Так, получил два очка дипломатической победы. Сто очков мирового влияния. Я молодец. Открыл же я археологов. Ну, ничего не покупаю. Не, заверу пока не хочу. Я заверу буду Гордвары лучше покупать. Есть еще одна лаба. Морской порт. Мастерская в Сидзоке. Фабрика электроники. Украли денежки. Так, ну давайте быстрее, чтобы было. Сколько украли? 772. Да. Мали на карте это всегда куча украденного бабла. Так. Что-то не хочу я продолжать. Союз с бразильцем. Я чисто для того, чтобы социальную политику ускорить заключал с ним. Даже дружбу не буду заключать. Так. А у нас карточка не стоит сейчас, да? Надо просто рабочих тогда покупать. Потому что... Ну, тут вот надо ремонтировать все. Я не хочу там карточку менять. Мастерская в Токасаке. Так, фабрика. И угольная будет Сидзоке. Будет на этих всех влиять. Так что тут давайте лабу. А у нас уже... Уже две лабы построены, да? Ну, надо уже закидывать до шести. Сюда два. И сюда три. Это, видите, плюс три каждой лаборатории еще будет. Так. Нормальный век вышли. Восемь ходов. Давайте, наверное... Тогда выйдем в эпоху атома. Вот в ракетостроение прямо, да? И в новое время мы, походу, не успеем. Три... А, нет. Хотя семь ходов. Должны успеть. Еще в новое время здесь выйдем. Тоже еще одна... Еще одно очко. Так. Селитру мы еще не использовали. Мы еще можем апнуть нашего самурая и селитру использовать. Лошадей использовали. Железо использовали. Уголь использовали. Еще одно очко, да? Может, какое чудо построить все-таки? Вот в Токио, например, что... А, конечно, венецианку надо строить. А нет у нас там какого-нибудь инженера? О! О! Кайф! Сейчас заканчиваем венецианочку. Так, ну, венецианка меньше даст очков, а какое-нибудь современное чудо... Статуя Свободы. Тоже, конечно, тут венецианку, тут статуя Свободы, например. Вполне. Так, сюда фабрика действует? Я что-то... Блин, где у нас электричество? Действует. Ну, тогда может уже строить собор с нацходов, правда. Он только рядом с центром города, да? Ну, вместо болота, что поделать. Хотя тут можно... район дополнительный. Я бы лучше вот здесь вырвал... Собрал стрелять... Я лучше бы здесь кампус поставил. Ладно, кампус. Лучше вот здесь уберу. О, Сумнурская котловина. Еще одно чудо не нашли только. Вот это еще плюс... Плюс... К счету эпохи. По-моему, все неплохо идет пока. Возможно, все-таки в Золотой век выйду. Ну, блин, у меня давненько такого... Не было на Божестве, чтобы я прям каждую эпоху выходил в Золотой век. Хм. Сиджон. Авраама Линкольна за... За повестку защитник великих людей. Кстати, а что тут? Блин, за... Выкупили того чувака. Нет, не хочу я дружбу официально. Так, ну нам надо этого тогда Эйфеля купить просто. Блин, там одно оч... Один ход оставался. И кто-то просто купил его. Прикиньте. А что тут мимо? До меня там просто корабли плавают. Прикалывается, что ли? И не по-другому. Какая тварь выкупила? Авраам Линкольн. Ну там... Это прикол, конечно. Блин. Семь ходов теперь. Блин. Слушайте, мне надо вот все тут вокруг Токомацу собирать. Чего тут так много исторических мест? Прикол. Фарусский маяк. Ну, знаете, Фарусский маяк еще можно в каком-нибудь другом городе построить. В этот раз поменьше денег. Семьсот там было, а теперь триста семьдесят две пишет. Так, уже всего плюс два угля. Вход. Еще чисто на внутренних торговых путях, видите? О, наконец-то я могу продавать. Смотрите, у меня пишет сколько. Две черепахи. Такого хрена писала, чтобы я... Так, давайте... Давайте, наверное, американцу. Хотя он там один из лидеров по новке. Нет, давайте тогда Феодория. Так, а купить нечего. Попел неудачу. Горит где-то хрен знает где. Буря тоже далеко от меня. Ну, что, после... О, кстати, последнего губернатора тоже очки эпохи. У меня в ГГшке и нету смысла отправлять тоже в какой-нибудь город. Так, Киото, Нагоя, Такасаки. Давайте смотреть, где у нас меньше всего жилья. Фукуоко, два жилья. Киото, пять. Иакагама, четыре. А, там сидит уже... Такасаки тоже два. Вообще, выглядит, как... Такасаки надо. Нагоя, да. Блин, хотя и Нагоя тоже хорошо. Смотри, тут побольше производства. Нагою давайте, Амани. И еще плюс одну очку эпохи. Окей. Так, покупаем. Блин, а что тут моей религии нету? Вау. Внезапно. Так, придется заняться распространением. Слушайте, а я до сих пор... И, кстати, до сих пор не укрепил ее еще. А, тут у меня нету... Так, в Киото миссионера. В Токио. Раз, апостол. Два, апостол. Во, блин. Во, я даю. Так, ну, лабу строим, храм я доделаю. Так, ну, куплю. Так, лабу строим. Не меняю я политический курс. Че, че построили? Биг Бен. А, че не видно, что венецианка строится? А, не, вон какие-то... Чуть-чуть как какая-то стеночка, пока кирпичики собираются. Блин, Эйфеля надо как-то... Заполучить... О, плюс два. То есть мы первые в эпоху атома вышли? Первую в мире технологию новой эпохи открыли. Хорош. Так. Кстати, еще можно купить апостола инквизицию основать. Ну, правда, мы сейчас и за полностью закрытый синтаизм получим. Так, берем, во-первых, межкультурный диалог. А, во-вторых... Кстати, влияет сильнее на 50%. Счет плюс три за укрепление синтаизма. Итак, шесть ходов и пять очков. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров «Жевжиков Патрициев», а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Суперспасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Общенное место на плюс два. Почеломорской порт. Тут жилье просто есть еще. Заодно. Так, что мне хочется тут открыть? Ну, вообще, в спутники надо, конечно, идти. Или открыть морскую плотину пока. Форму ячейки. Только там до затопления. Наверное, пока можно в спутники пойти. Ого. Ничего себе тут. Тихий лис. Тихая сапа, скорее. А почему мы сейчас... А, да. Точно, двигатель внутреннего сгорания ускоряется при добыче артефакта. Варварский возьмем. Стролябия. А, кстати, еще и артефакты меня ждают эти. Не, должны выйти в золотой век. Так, сейчас еще два артефакта. Это еще два очка, да? 146. И чудо 100% мы... Я уверен, я построю. Сейчас покупим немножко денежков. Купим. Эй, так мы сейчас должны эйфели купить следующим ходом, кстати. Еще джин-ши, сейчас получу еще очку эпохи. Кстати, так может не ускорять, мы такое ощущение, что мы так должны. Everything is king size. The beauty and the occliness. Так, наверное, мы ничего тут пока не меняем. Блин, рационализм всего 24. Мне кажется, как-то это неправильно карточка считается. Ну, послушайте, ну вот, смотрите. Токио 15, да? И соседство 6. То есть тут должно быть... Рационализм? Смотрим. Типа 6. Может, оно к базовой, конечно, дает. Но лаборатория 12. Университет. Не, ну, послушайте, вот это 12. Хорошо, давайте я предложу, что оно даже к базовой дает. Потому что там 12-то от... И в лабе 16 это от городов-государств. Я не думаю, что это к базовой. Вот у нас университет 4, библа 2. То есть это 6. И лаба... Вот я не знаю, будет тут 3 или 5 считаться. Но предположим... Хорошо, пускай будет 3. 9, да? Так уже с одного Токио уже должно быть плюс 9. Что-то рационализм как-то совсем говнище стал. Импо. О, все у нас уже не накапливается. Так, все, мы железную дорогу больше не строим. Будем использовать его на плотины. Так, джинши берем. Она что делает? 500 зону. Ну, она сейчас даст 333, я так понимаю. Только 370. Непонятно, куда-то добавилось. Метеоритный дождь. Так, выполнение зданий на 25% уменьшается. Давайте нейтрализовать губернатора. Так, вот у меня Темпло-майор зачем-то до сих пор висит. Который мы уже точно никогда не построим. СМИ. Не хочу ничего менять из того, что у меня есть. Миссионер нам не нужен. Так, продавать и покупать можем. Вот не хочу Египту. Она может культурой все еще победить. Хотя... Хотя, возможно, уже и нет. Так, ну я уже наполовину опережаю. Есть синтаизм. Курдвара 250 стоит. Подождем. Зато тут еды сейчас добавилось дофига. За счет храма. Ну, накормимир. За счет верования накормимир. Нет, вот это больше мне не предлагать. Астролябию меня больше не просить. Конго Бродвей строит в Кабасе. Так, а кто с кем воюет на данный момент? Не видел там окончания войны, честно говоря. Хотя, слушайте, Англия с Китаем и походу... И походу... Ага, и Саладин с Бразилией. И все. Только на том контейнере. На нашем контейнере вообще войны закончились. Все, как-то пропустил этот момент. Может, ускорение потырить немножко. Военная наука, например. Мы ее точно не ускорим. При помощи рыцаря уничтожить. Тепута куга вывозьмем. Ну, не хочу Клеопатри продавать. На всякий случай. Ну, 32 монеты одноразово купить. Блин, опять что ли этот... Я просто думал, с этим модом они как-то посложнее торгуют. Опять вводить условия, чтобы в десятикратном размере хотя бы... Было. Ну, что, попробуем каналы. А! Так. Подожди, а почему... Строится на равнине и соединяет два водоема или водоем с центром города? Подожди. Только если с центром... А, то есть только-только тут я могу канал. Угу. Давайте попробуем панамский канал. Здесь мне просто интересно узнать, будет ли соседство для промышленной зоны или нет. Здесь, когда он построится. Так. Покупаем Эйфеля. Напоминаю, что он... Мы его несколько раз... У него на самом деле два действия, а у нас три за счет Геликарнаса. Мы попробуем... А может, Тори Дебилет лучше? Ну, тут международные торговые пути, ладно. Международные не особо интересно. Я бы его попробовал еще на Собор Василия Блаженного использовать. Так. Сколько ходов у нас осталось? Четыре. Мы Венецианку своим ходом достроим, А Эйфеля на Собор Василия Блаженного. Он очень неплохой бонус в Токаматсу тогда даст. Харе у меня с Тролябию просить. Самому нужна наша сила в реквизите и сценах поэзии и красоте. Челпан Хаматова, походу. Похоже, кстати. Путин утром без затей скушал четверых детей, а пятого помятого спасла Челпан Хаматова. Педрус Саладин. Так вот, только одна война осталась. Англия с Китаем. Как дефицит энергии? А, ну просто еще угольная не построена. Все, я, наверное, куплю здесь угольную. Сейчас у нас в минус уголь пойдет, но я надеюсь, что я его буду покупать. Так, теперь, пожалуй, верфь. Или, конечно, давайте кампус. Да ладно, убили. И опять как будто... А! Я понял, мне черепахи лишние от города государства дают. И опять, видите, предлагают их купить. А я не хочу. Так, значит, мы тут не используем. Так, а МАРСу перебросили. И давайте пока библиотеку... Я, наверное, куплю и библиотеку, и универ вот так. Строить будем лабораторию. Блин, все, я уже в золотом веке. Просто подряд... Все века пока в золотом веке. Охренеть. Так, в Нагое. Кампус, гавань, промышленная зона. Ну... Песченочку. Плюс два. Вот сюда. Она еще и соседство для промышленной зоны делает. Так, смотрим по энергии у нас как. Только вот тут западная часть, наверное, империи у меня без энергии должна быть. Угу. Сейчас вот достроим здесь. Точнее, следующим ходом появится, потому что я уже угольную купил. Ну что, в Синдай ищу священку. Негде с другой стороны. Уж аквапарк лучше. Да, давайте-ка тебе аквапарк в Синдай. Ну, очень неплохо будет влиять вокруг в Охотском море. Знаменитый аквапарк в Охотском море японский. Думаю, все видели из вас. Никогда не стремитесь к наземной войне на моем континенте. Я-то как раз тот, который и не стремился. Со всеми... 717 армии откуда-то. Вообще ничего не строил практически всю игру. Слушайте, я бы, наверное, поменял, кстати. Вот надо ремесленников вместо вассалов поставить, а... Там либерализм. Да. Ну, как раз ремесленники закончились, кстати. Эээ... Все, одна лаба закончена. Так, и тут энергия появилась, да? Да. Теперь, ну, минус должен быть по углю. Надеюсь, у кого-нибудь уже есть уголь, чтобы его покупать? Да, уже дофига у кого. Отлично. Подрыв дамбы. Подрыв дамбы. Да, еще очки эпохи. В общем, у меня уже... Так. Следующим ходом, кстати, закончим собор Василия Блаженного сразу. Давайте я ченджу какой-нибудь, чтобы быстрее... Я его, думаю, не обращу, но зато он быстрее будет обращаться. Только эти науки с религией 30 всего лишь. Ну, видите, тут я особо не стремился. Так, пингалу, наверное, на гранты. О, Горация Нельсона используем. В Токио покупаем... Торговца в Гифу Гурдвару. Кстати, у нас последний ход... А, еще два хода. Ну, можно рабочих немножко подкупить. Два хода пока. Ну, потому что они дешевле сейчас стоят. Лаба. Может, лабу, кстати, тут купить? А морской порт построить? Так, сделаю реально. И тут дальше в идеологию. Выжженная земля. О, две пылевых пушки. А мы их открыли? Надо бы апнуть. Ни хрена мы их не открыли. Тогда без ускорения. Дальше идем. Так, у меня куда-то спер. А, это я спер. Да, он мне и уголь готовый продавать. И янтарь. А что, у меня уже янтаря нету? Вроде же у меня же предприятие аж на янтаре стоит. Что за фигня? Так, тут надо вино протащить. Ну, а тут пофигу. У меня никуда не бегает. Давайте торговый город государства не дает бонусы. Если отменят научные государства, так у меня я ни с кем не союзник. Сахар не влияет. Отлично, у меня нету сахара. И дополнительно в культурный. Пофигу. Сателлит. Так, дальше. Угу, 40 ходов. Ну, наверное, стоит открыть компьютеры. Тихий тырит денег, мне кажется. У нас дофига и так. I like to тырить техи. А почему мне не хватает? Я же здесь построил маяк. За счет этого я смог купить рабочего. У меня где-то сломалось... Да, вроде нет. Не понял. Почему у меня лишний... Ну, я же вот здесь сделал дополнительный маяк. У меня должен быть караван. Дополнительный. Мне и дали купить даже его. Нигде ничего не сломано. Что за приколы? Странно. А что он не переключился? Зашибись. Красиво стало? Красиво. Так, ну еще один заряд. Тоже можно какой-нибудь... Кстати... Блин, а что я его сейчас достроил? Надо было следующим ходом достраивать. Блин. Зато и не цанка следующим ходом... Достроится. Ну-ка, нарушим. Блин, господи. У меня там на автомате бегают... Эти морские юни. Там каравелла, каперы. Нарушил обещание отвезти. Нормально вообще? Не, наверное, ничего не меняем. Так, ну пора приступать... К строительству космопортов. Сюда, чтобы влиять на... На районы. Блин, я никак ромашку свою не доделаю, между прочим. Так. Пульс паровой машины. Даже, видите, плюс один ход, считайте. Так, какие мы чудеса хотим построить? Я хочу. Куда, может, мне не в столицу отправлять? Христос Искупитель. У нас нету реликвий. Статуя Свободы. Тори Дебилен. Форусский маяк. И так, один код строится. В Чеченице нету тропических лесов. Монсен Мишель. Рурку нам тупо негде. Четыре монаха-война. Бродвей. Может, Бродвей где-нибудь рядом? То есть у нас... Какие варианты вообще? Почти, у меня только одна театралка, что ли? У меня одна только театралка. Хотя, блин, статую Свободы все-таки строить, да? Может, на будущее, на какое-то чудо оставить? Ну что, в столицу переброшу. Блин, нафига я из Токио отправил? У меня минус один торговый путь в столицу. Так, наверняка, культуру надо сначала делать. Все у меня научные эгэгэшки. Семь. О, хатуса еще не доведена. До максимума. Надо, куплю черепах. Надоел мне каждый раз. И эти... Уголь. То есть я понимаю стоимость. Вот почему... Почему стратегические ресурсы стоят намного дороже люксов? Мне кажется, это неправильно. Люксы дают такой процентный бонус ко всему. Так. Нагоя у нас... Какая по производству? Вторая. Да, значит, тут сто процентов нужен космопорт. Ставим... Хочется здесь, но тут... Вообще я смогу, наверное, плотины построить? Ладно, ставим тут. Думаю, я как раз вот вот этого чувачка. И я следующим ходом начну здесь плотину строить. И... Этим чувачком ее и построю. Что у нас третий по производству? Синдай. Потом такасаки. Я зря из такасаки не могу караван больше отправить. Три корпуса. Блин, купить что ли арбалеты и корпусы посформировывать? А... Сколько они стоят? 480. Дорого. Так. А все? В смысле? Надо отправлять каравеллы на расформирование. Не понял. А, проплыва нету. Блин. Прикол. Ну, смотрите, мы все все открыли. Мы морскими юнитами реально все открыли. блин. Промышленную зону в Токио это мощно. Так, не нужен шпион у себя в столице. посадную тактику похитили. Ну, все, надо уже по одному ходу открывается. так. Столицу давайте ремонтировать. Синдай, давайте шпионов строить. Киото шпионов. Надо будет в Токио сажать. Одного на промышленную зону, другого на космопорт. Так, подожди, а почему я... А. Надо передать и... Да. Пускай будет у Йокагамы эта клетка. Ну, а, блин, и так одним ходом строится. Даже ускорять не придется. Так, давайте проверим два хода в Такамадсу. Один ход в Туцзоке. Не надо. Один ход в Токио. Что-то тут затапливает, видимо. Ладно, давайте построим все равно. Блин, так мне даже ускорять ничего не надо. Ну, вот в Якогаме три хода. Наверное, можно сходить помочь тогда. Угу. Блин, он четыре хода будет идти. Так я построю быстрее. Да. Слушайте, а нахидем вот эта квадрирема реально тут висит. вообще не нужна. так, научные все до максимума. можно какой-нибудь маскат, например. Просто чтобы денежков побольше капало. Дефицит энергии, потому что сломали оливки, кстати, можно купить. Сломали электричество нам. поэтому сейчас нехватка и немножко должна просесть наука, но судя по их числам, они отстают серьезно. Блин. Я решил проверить, что у нас этот мод включен. Real strategy die late game AI. Ну, просто я объясню, что я действую просто по-другому. этот мод делает так, чтобы комп постепенно развивался и ему сейчас начинают насыпать. А я сделал так, что я в начале именно в науку попер сразу. И таким образом он за мной не может поспевать. То есть этот мод не делает игру сложнее. Он делает его просто другой. Но при этом здесь невозможно воевать, потому что у компа постоянно современные юниты, даже несмотря на то, что там я его убил, например, и у него просто нет возможности, он не должен в них выходить. Поэтому когда вы с этим модом воюете, получается, то вы себя останавливаете. Вам приходится много армий строить, когда все остальные компы, они могут вообще ничего не строить, им просто мод насыпает циферки в науку. Я считаю это неправильным. Нельзя так моды делать. То есть тут хочется, чтобы компы как-то действовали поинтереснее, да? Потом они опять не воюют между собой. То есть они воевали, там, по-моему, только американец захватил Балх, по-моему. Вот тут город, вот этот захваченный город. Первый, хотя его реально захватил, это не по лояльности отвалился. И, в общем-то, все. Ты можешь проверить, конечно, название городов может кто-то еще что захватил. Нифига себе у Конга городов. А где это они так расположены? Нифига Конга. А что тогда у Конга так мало науки? Странно. Так, Америка Балх, да, тут все свое. В Китае все Антиохия. Антиохия, Некомедия. Слушайте, и Анкера, это все кстати. Три города захвачено у Византии. Где Китай-то? Вот Анкера, это сто процентов византийский. Я думаю, что это Анкара, типа. Некомедия и, ну, Некомедия и что там еще. И Антиохия, это тоже сто процентов византийские города. Ладно. Когда когда запустим спутник, посмотрим, что там вообще у них. нефть откроем. В том стали варенья. нам по-любому надо куда? В нанотехнологии. Нанотехнологии это вот снизу композиты, да, синтетические материалы. Ну, то есть с пластмассой идем. 39 ходов, да, не знаю, что кроме меня только Америка начала. алюминий надо добыть, надо еще купить. Я вот ставлю на то, что панамский канал не дает бонус соседства. посмотрим. космическую защищать районы или тут космопорт строить уже но смысл нам пока еще ускорялки то не нужны рано космопорт строить так в Юкагаме можем еще район кампус и гавань есть вот сюда ромашку доделываем в Гифу морской порт есть промышленную зону видимо пока рано угли мне покупать пока достаточно пока все все норм бамба ловато бамба лопата он уже начинают 300 насыпать при том что они даже не в лабах понимаете чтобы сравнивать это просто я по-другому так играю без войны чтобы сравнивать чтобы вы понимали при сетевой скорости это сейчас где-то ну сотый ход наверное приблизительно я потом сравню в конце партии вот с той партии где за норвегию я играл где я воевал постоянно и почему там было так а тут так так из киото я отправлю в токио этого мы посадим пока промышленную промышленную зону так хватит уже наверно тырить деньги давайте у кого наука у китая 48 да китай надо перебросить блин не вижу ну вот просто для примера лидер по науке да ни одного города с кампусом у него нету дяо дун это в честь мао дзы дуна интересно назван или просто похоже ни одного города с кампусом тогда видимо к американцу давайте в какой-нибудь Балтимор военный лагерь аэродром строить киота космопорт 23 хода я думаю нету смысла так а театралочка плюс 2 да хотя театралочку можно на плюс 2 покупаю немножко рабочих два хода до до район давайте канализацию два хода построим морской порт в фукуоке тоже надо канализацию опять не хватает немножко так промышленная зона еще может все-таки священное место тогда лучше сделать чтобы ну она же мне тоже за счет накормимир будет давать и жилье и еду и трусовые клеопатрии можно продать дальше у меня уже все клетки защищены от затопления а там до затопления еще было высоко времени так панамский канал построен и да дает кстати но он походу дает как за один как будто это один канал а если бы мы клетки канала тут и тут строили да то есть вот это это считается клетка чуда а вот это клетка канала ну все равно хотя бы хоть так действует нормально каравеллу могу вывезти а уже не надо в общем-то так что у нас с нефтью а на земле у нас есть нефть вот тут и все да у кагуаны мне просто надо для ускорения нефть обработать жаль опять черепахи предлагают предлагают продавать я не буду 40 42 монеты одномоментно хоть и не понимаешь ему сахар нельзя продавать потому что он дополнительное счастье за это имеет вообще-то ну за счет конгресса просто с просьбой о помощи этому помогают я наверно не буду участвовать у вас там с дипломатической победой не не буду так этот у нас в центре города пускай контрразведкой занимается о кто-то кому-то войну объявил бразилец китаю и клеопатра китаю что-то они там на том континенте какие-то буйные у нас тут тишь да благодать сидим коробочки клеим я смотрю можно ли к кому-нибудь еще посольство отправить блин ну этого в космопорт надо посадить ладно пускай пока просто здесь не хочу никуда его отправить хочу космопорт через 6 ходов дострою и уже посажу туда космопорт так надо еще глянуть может еще где алюминий есть все города получили защиту дальше двигатель в с движемся пластмассы два аэродрома три танка она прям на технологии идти конечно или в уран заглянем индекс пластмасс потом уран так лабы плюс четыре науки охренеть озарение для компьютеров на один район больше а вот этими кстати нахрен надо этого инженера мы пропустим через через 8 ходов нормально дождемся я я не могу пока нефть обработать пока не открыта пластмасса так что смотрим и облизываем так сказать купим уголь я понимаю продается за 285 монет это стоимость за 13 всего угля который я спалю за два за два с половиной хода считаете стоп а почему он ушел с контрразведки промышленной я что-то не понял да ставил же в контрразведку промышленной зоне он никого не убивал чтобы заново избирательное право ускорили алюминий я продавать не буду пластмассы ускорить надо продавать все эти корабли я их апгрейдить не буду нападать ни на кого не буду знаете аквариум наверное купим и тоже начнем космопорт строить можно было в театральную конечно дождаться сюда бахнуть но я не хочу боже какая сидзока классная и еще классная токума ну тут конечно немножко похуже не так круто как это токума было бы для русских классно если бы за Россию играли так священное место ну давайте наверное вместо этих коров пускай город растет кстати вот классная тоже идея в шестой циве что нельзя расформировать юниты пока они ранены надо обязательно вылечить сначала и только потом расформировываем да минус пять угля это круто эрмитаж да хватит по очереди алюминий уголь алюминий уголь только вообще с торговлей имею прилично я бы сказал так вот тут надо поменять кампусы и промышленные зоны значит бонусу центра коммерции гавани 49 извините производства 49 и пятилетний план 48 производства и 38 науки вообще зашибись так а что мы тут отсюда что ушло давайте может дополнительно пускай уголь дает что остальное все неинтересно чтобы ну просто меньше уголь уходил и больше меньше покупать его будем плюс 4 влияния почти 1000 так вот этого как раз мы в космопорт направим через 4 хода так фабрика работает кстати в икогами можем космопорт построить между прочим от сходов нормально строим демократию путь на демократию я первый обнаружил венец а тут у нас оказывается анклав этих был я даже не заметил вау нет а нефрит можно купить так ну пожалуй на этом я серию завершу очевидно что уже окончание следующей там я подведу итог по поводу вот этого мода на сложность поговорим обо всем что тут происходило но это уже следующая серия спонсоры канала ее могут уже прямо сейчас поискать в плейлисте смотрите продолжение для всех остальных она появится завтра в общем-то такой партия такая гайд про развитие но бездумно ему нельзя следовать это только если на вас не нападают в сетевой партии вот мне кажется вот так вообще играть нельзя вас размажут очень быстро ну ладно до завтра тогда играйте в умные игры слава Украине живи Беларусь всем пока я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео